19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. С момента исторического события прошло 238 лет. Традиционно в этот день возле памятника основательницы города и флота собрались севастопольцы, представители общественной организации «Русская община Севастополя», чтобы отметить очередную годовщину воссоединения. Особенно не могут пройти мимо этого события севастопольцы, потому что ежегодно на протяжении всех этих лет и при Украине, и при России мы всегда собираемся у памятника Екатерины, у нашего знаменитого памятника, который мы так отстаивали. И наконец-то у нас появился сегодня 238 годовщина присоединения Севастополя Крыма к России. В нынешнем году из-за продолжающих действовать в связи с пандемией ограничений торжества у памятника Екатерины Великой не носили массового характера. Поменялась наша вся жизнь, что обычно мы здесь собирались и с нами всегда присутствовали школьники. Даже не то, что старшеклассники, с нами присутствовали дети, шестилетки, и они шли и возлагали цветы. Это главное было у русской общины, чтобы наши дети помнили и знали историю. И мы вперед пускали детей, и они рассказывали присутствующим об этом манифесте, о нашей великой императрице. Во время митинга прозвучали торжественные речи и стихи о России. В завершение его участники возложили цветы к подножию памятника императрице. Сохраняя летопись веков, Севастополь – самый русский город. Севастополь – гордость русских моряков.